друзья приветствую меня зовут лана это проект вышка для вас прямо сейчас работаем в прямом эфире поэтому пожалуйста вы знаете мы к вам относимся с огромнейшим уважением поэтому хотим чтобы вы с нами немножечко да вот выделились своими эмоциями своими комментариями если есть критика вопросы пожалуйста все все приветствуется вы знаете что для меня и наша команда фидбэка нашего зрителя крайне крайне важная история гарри табах вместе со мной и в студии опять же еще раз повторюсь прямом эфире гарри я вас очень рада видеть я также вас ладно рад быть на вышке спасибо огромное гарри вы знаете что происходит сейчас прям в этот момент нашего с вами эфир вот прям сейчас в эту же минуту ну только я могу только несколько вещей значит трамп что-то сказал или сказали что он сказал или что-то происходит на освещание или слёте нато прям слет нато слушайте вы как прослёте слет байкеров говорим да это но это примерно одно и то же они там погудят и ну уже гудят уже гудят и прямо сейчас госсекретарь энтони блинкин заявил что прямо в эту минуту уже осуществляются поставки f16 в украину то есть через зданию через нидерланды и так далее и уже вот-вот они они значит прибудут а почему он это объявляет вот вот я вас хочу спросить там же дания присутствует и нидерланды присутствуют на саммите нато чего вдруг он я не знаю я бы ему сказал спасибо большое господин блинкин хорошо бы если бы они были здесь воскресенье прошлое тогда в понедельник летели российские ракеты на голову не могли вода сбить их здорово что вы это говорите это вы говорите потому что это сейчас такое произошло потом скажете что еще что-то надеюсь что надеюсь что и так но я уже это не не воспринимая все их разговоры я бы лучше хотел чтобы они промолчали и вдруг бах и тут оказались f16 начали сбивать работать как пво и отгонять русские бомбардировщики скаба вот это дело бывают зачем говорить-то чего объявлять это кому это интересно не за русским что ли это интересно что каждый раз объявляет каждый раз ничего не приходит один змеются там сидят наоборот не надо это объявлять просто появились все вообще не знаем откуда они появились ну да и нашим украинским парнем в окопах вы знаете когда говорят идите в контрнаступление штурмуйте а у них нет поддержки с авиации этому что им там тоже интересно это слушать хотя я хочу опять же сказать что я с глубочайшим уважением отношусь к военно-политическому руководству вашей страны гарри соединенных что-то в америке потому что есть есть плохо ну вот я знать я пытаюсь это такая помощь лана вот и мне не нравится это вот украинская помощь это все равно что когда в гетто евреи говорили ну подожди немцы же нам дают хлеба немножко давайте сидеть тихо иначе ты этого а то это какая помощь помощь они дают не ту помощь они не боги которые решают какую помощь вам давать не в пентагоне не в белом доме решает это конгресс решает это американский народ американский народ решил дать все сразу как можно больше обходя конгресс отдали свое право 0 сейчас опять эти 61 миллиард 61 миллиард но в этих 61 миллиардом по большому счету 7 миллиардов только для украины где они где они уже половина времени прошло даже половины не дали опять пообещали 3 миллиарда 200 что-то такое а пока что только 150 миллионов дали из всего из за что вы их благодарите а вот а вот если бы я досказала бы свое предложение вы поняли что там есть 50 процентов некого сарказма очень жестокого сарказма но все-таки я хотела просто напомнить что главная задача политика это не сколько реагировать на какие-то события либо же последствия а их предотвращать предотвращает трагедии то есть работать на при убеждении тогда это они должны рисковать они я понимаю они не военные они не примут какое-то решение за которое им потом надо будет отвечать поэтому они делают они реагируют на то что произошло они не предвидят не предвидеть потому что начнут предвидеть например как трамп который снял вето и дал вам джувелины и снайперские винтовки из стингеры но вы не могли ими их использовать там в атор за что ему и прилетел а вот в а то он не разрешил хотя это американский закон не разрешает пользоваться американским оружием против своих же граждан то есть какой бы стране мы не дали они не имеют права нашим оружием пользоваться во время гражданской войны во время пройти напротив своего просто своих граждан а но он предвидел он предел он говорил что это на всякий случай если русские попрут но это решение опять же вот к поэтому политики никогда такого не делать они никогда не примут приемптивные решения потому что если они ошибутся надо отвечать напомнить вам я вам напомню когда скале как это мы могли мобилизировать людей и они бы сидели а если бы русские не пошли то это сколько денег вы потратили господин арестович разведчик пол подполковник представитель офиса президента то есть у него отговорка было что не надо было ничего делать потому что потом бы люди осудили что вот их сорвали с работы их мобилизировали резервистов призвали они сидят и делать нечего потому что русские не идут где это видано такое вот понимаете это всегда вот это вот политический ответ гарри вы знаете вот вот на этой неделе что я поняла еще к вами с вами вернемся к понедельнику к этому трагическому событию до которое произошло однако же в контексте сейчас потенциала на что способен альянс нато на что способны наши партнеры и вообще вот эти вот до глобальные в оборонной организации я уже честно я сомневаюсь что нато сегодня является исключительно оборонным организациям более скорее всего неким политическим организациям это военно-политическая да да военно-политическая но у них жидоклина какая оборонительная организация не нападать да оборонять предотвращать и так далее хотя предотвращать это организация биоиндекнации чем она тоже не особо, к сожалению, справляется. Ничего они не предотвратили и ничего они не разрешили. По поводу потенциала сегодняшнего НАТО. Вот мы смотрим на тех людей, которые сегодня приехали. Это саммит, это лидеры держав. И мы же понимаем, что практически в каждой из этой державы, из этого государства сейчас происходят внутренние свои проблемы. Может быть, не проблемы, просто события, но глобальные. Происходят перевыборы, происходят смены политических течений, смены элит и так далее. И очень многие эти лидеры не подтвердили свою легитимность. То есть они не получили, скажем так, еще один уровень доверия от своего народа. Потому что происходят перевыборные процессы. Понимаете? Я вот смотрю на это все и думаю, а сейчас вот даже если нам нарабатывать какие-то форматы договоренностей, что-то требовать, а у кого там? Требовать Байдена? Ну, простите, мы не знаем, что будет вот с Байденом. Дай бог здоровья, все там. Мы не знаем. Понимаете? Кто там еще? Да, другие лидеры, у которых тоже свои внутренние политические процессы сейчас происходят? Кто там легитимный? Я прошу прощения. В любой демократической стране эти процессы постоянные. Постоянные проблемы. Возьмите Израиль, возьмите любую, особенно если там нападает на них внешний враг. Всегда есть такие вещи. Популярность властей в любой демократической стране он падает. Всегда в демократической стране, в любой, мы должны быть недовольны своими властями. Ну, не во всем и всегда, но во многом это точно. Поэтому это всегда происходит, и они всегда будут использовать это как отговорка. Ну, сейчас нам тяжело, но мы потом вам дадим, через год у вас будет, или мы заплатим свои 2% на следующий год, а на этот год уже только 1%. Это постоянно идет вот такая торговля, и пока нету центрального лидера, вокруг которого они все могут солидироваться и не тащить туда-обратно, это будет происходить. Это будет развал, это будет деградация. В общем, это не функционерная уже организация, хотя потенциал там огромный. Но если они не могут даже, или мы не можем, потому что это тоже часть НАТО, если мы не можем разрешить проблему обороны, я не говорю о наступлении, обороны Украины, если мы не можем разрешить, чтобы не бомбили детские больницы, если мы весь цивилизованный мир не можем разрешить, чтобы не взрывали домбы и уничтожали экологию, или плавающие мины по всему Черноморскому, то зачем это надо? Это получается, мы обратно в 40-е годы прошлого века, когда ничего мы не могли предпринять, когда убивал люди, массово гражданское население уничтожалось, а мы все решали и никак не принимали никакого решения, пока не появился лидер, лидер, вокруг которого смогли консолидироваться. Это был Уинстон Черчилл, это был не Рузвельт. Рузвельт оплатил это, но не Рузвельт. Поэтому пока это не появится, все эти саммиты, это бестолковщина. Но дело все в том, что не только русские за этим наблюдают, не только Путин наблюдает и думает, нифига себе, но и Китай тоже. И Китай видит, что это беззубая, бесхоребетная медуза, которая ничего не может делать. Куда течение ее несет, туда она и несет. Может ужалить, если ты дотронешься до нее, но не более. Хорошо, вот мы сегодня с вами начали про Блинкина, который уже говорит, что прямо сейчас уже летит там что-то, мы очень сильно надеемся, конечно, чтобы в нашей армии было прикрытие с неба. Однако же, опять же, возвращаясь к вопросу, я не понимаю... Извините, я вас перебью. Он это говорит, я думаю, потому что он понимает, что есть там такие люди, допустим, как я, я же не один такой, которые ему сейчас сразу зададут, где ПВО, мать твою, где эти F-16, которые должны прийти из третьей страны, хотя у нас их снимают с вооружения, точно так же, как и Атакамс. Где это? Поэтому он, приемтивно, не дожидаясь Нидерландов и Денмарка, говорит, о, они уже летят. То есть он опережает тех, кто это правда дает, потому что вопрос будет задан ему. А он ничего не дает. Он ничего не дает и дать не может. Вот я как раз хотела на этом акцентировать внимание, что вот я читаю следующую новость о Нидерландах, говорят, мы будем обучать украинских пилотов, да, вождению, полетами на F-16. Так еще, если как бы еще только будут обучать, еще, значит, ничего не летит. Ну вот какие-то такие несостыковки, но я видела, как аплодируют они-то не блинки, но то есть всем понравилась эта новость и нам, в частности, тоже понравилась. Мы тоже готовы днями и ночами аплодировать поставкам F-16. Но опять же, а сколько их будет? Гарри, вот сколько нам надо? Президент сегодня на саммите говорит, 128 нам нужно штук в небе, минимум, потому что у России 300 они вот, да, а у нас хотя бы 128 штук. Опять, знаете, это, у них же, вы знаете, как у нас сейчас про саммит НАТО, говорят, Соединенных Штатов, что пишут? Вы думаете, надо дискуссировать там про Украину? Нет, ни в одних ваших любимых газетах, в вашем CNN, New York Times, все, вот откуда вы черпаете всю американскую, так называемую, информацию. Они там пишут, вы знаете, да, они там пишут, как будет там выступать Байден, вот как Байден там выступит. Это главное, не Украина. Как выступит там Байден, как его воспримут наши партнеры по НАТО и так далее, и так далее. И обсуждать, готовиться к ужасу, который настигнет НАТО, если, не дай бог, придет Трамп. Им опять придется платить полную цену, им опять придется иметь дело вот с ним и пугать всех, что он сейчас развалит НАТО, но в принципе он его консолидирует, потому что он их заставляет делать то, что они обязаны делать, будучи членами НАТО. Вот что они там обсуждают. Как выглядит Байден и что мы будем делать, если на нас свалится это исчадие. А это не Украина. То есть это бюрократы, которые там прилетели бизнес-классом или первым классом, сидят в пятизвездочных гостиницах, получают огромные зарплаты и волнуются о том, как сохранить вот эту халяву, на которой они там живут. Насколько могут. Я был старшим офицером в НАТО на двух должностях, а ООН еще хуже. ООН еще хуже. Поэтому сидеть здесь, конечно, и он сказал, ну и что он сказал, ну и да, летят уже эти F-16, они уже здесь прибудут. Самое главное, что сейчас ему проаплодируют и все, а там дальше. ООН это совершенно отдельная история, потому что как раз в понедельник, когда Российская Федерация бомбила детскую клинику, и не только многие города в Украине, но и в Уроге, там десятки тоже погибших, более десяти. То, что делала Россия в это время? Она председательствовала в Совете Безопасности ООН. То есть вот такой вот мир, Гарри, мы сегодня построили. С одной стороны, можно быть председателем в Совете Безе ООН, организация, которая предотвращает, да, и стоит на страже мира в мире, а с другой стороны, можно бомбить в это время. Смотрите, вот я надеюсь, наши слушатели меня поймут правильно. Это сделал Путин. Это сделал Путин, да. Потому что Запад закрывает глаза на это и все такое. Но можно обратиться к людям. А где протесты против этого? Где вот эти все бешеные протесты у нас на кемпусах? Только с украинскими флагами. Где сжигание российских флагов? Где, я не призываю к этому, где избиение людей, которые похожи на русских или с русскими звучащими фамилиями в Америке? Где не впускать их на кемпусы? Где это все? Это должно быть? Но это же было с Израилем. И до сих пор продолжается. Хотя там эта ракета, которая попала в эту больницу, она попала на парковку. И это была хамасовская ракета. Их 50% их ракет падают им обратно на голову. Но пусть будет даже это израильский, или пусть будет, что там тоже погибли дети. Пусть это тоже будет. Но где эти протесты? Где вот эти вот бешеные протесты только насчет Украины? Где? В Европе, в Америке? У нас где-то это проскочило в ваших любимых каналах, что российская ракета попала в детскую больницу. и все. И сейчас он вам говорит, что уже летят самолеты сюда. Сколько самолетов? Когда они сюда прилетят? Какое на них вооружение? Какая на них электроника? Что они будут выполнять? Какую миссию? Он ничего не говорит. Так ничего бы не говорил бы. Когда прилетят, посмотрим, что они будут делать, как они будут выполнять. А датчане говорят, подождите, мы только тренируем пилотов. Да, да. Смотрите, по поводу российской ракеты, которая разрушила детскую клинику Ахмадет, пишет западная пресса, в частности, Financial Times. Сообщает следующее, что ракета Российской Федерации, которая разрушила Ахмадет, содержала западные компоненты. Сообщается, что два компонента были маркированы как произведенные швейцарской компанией, а остальные американскими производителями микросхем, включая Техас, Analog Devices и Intel. Это название. Texas Instruments. Да, да, да. Вот. И вот как реагировать, да, опять же, на подобные сообщения. И тут есть целая, да, может быть, коллеги сейчас покажут, целая табличка от Financial Times. Значит, сколько России сейчас производит ракет? Она сейчас производит 8 раз больше ракет Х-101, нежели до полномасштабного вторжения и расписывают, благодаря каким деталям западного производства она может наращивать, прошу прощения за автологию, производство своих ракет. Да. Ладно, чего вы меня это спрашиваете? Вы спросите своих коллег, которые говорили, две-три недели ракеты закончатся. Ох-ох-ох, а это уже не мои коллеги простицы, это российские либералы, так называемые, которые очень вписывались в нашу повестку первых месяцев войны. Первый год войны, полковник Жданов, где ваш полковник Жданов, который говорил, что у России ракет нету. Ну, это уже не россиянин, это уже наши полиции. Ну, я говорю, и россиянин тоже, это две-три недели это Арестович, который говорит, две-три недели, у них ничего, у них все закончится через две-три недели. Он уже скорее ваш, уже американец скорее. Нет, спасибо, нам это не надо. И у нас своего этого добра хватает. И где все эти люди, которые, где господин Гордон, который до сих пор благодарит Байдена, ну, поблагодарите его за санкции из ада, которому вы тоже все аплодировали, господин Гордон тоже аплодировал, говорит, спасибо огромное, но главное, что они все продолжают воевать с кем? С Трампом. С Трампом. Все. Поэтому о чем вы говорите? Конечно же, там компоненты российские, американские, и западные, и немецкие, и французские, и это ваши контрразведывательные, разведывательные органы постоянно об этом говорят, уже второй год об этом они говорят. Где эти санкции из ада? Ну, здесь скорее всего может быть и дело не только в санкциях из ада или санкции, изоляция, скажем так, экономическая в Российской Федерации, а это черный рынок вооружения. Гарри, он же... Нет, послушайте, я служил там, где мы наблюдаем за нераспространение ядерного оружия и компонента и оружия массового уничтожения. Это так не работает. Есть рычаги, есть вещи, за которыми мы следим, или мы обязаны следить. Мы обязаны следить за этими компаниями. И если это появляется, ну вот вы там назвали Intel, Texas Instruments, это их компоненты. Что делается? Берется этот компонент и идешь к ним в компанию и говоришь, объясните. Как такое произошло? Ну, значит... Не надо быть большим сыщиком, Шерлок Холмсом, чтобы это провести. Объясните, как, какой экспорт лайсенс вы использовали, кому вы продали эту вещь? Может быть, они честно ее продали кому-то. В третьи страны, а третьи страны и перепродали. И вы идете туда, в эту страну и говорите нет. И потом, что вы делаете следующее? Прикрываете эту лавочку, им больше не продавать. Все, вам запрещено. Все, раз выгибаем, вас закроют, штраф будет, вас уволят с работы. Но этого не происходит, потому что понимают, что если прикрыть эту лавочку, потом следующую лавочку, то теряют что? Деньги. Тогда зачем вы моетесь? Потому что вы все равно станете грязным. Или зачем полицейские стоят и выписывают вам штрафы, когда вы проезжаете на красный свет, потому что все равно будут другие проезжать на красный свет. Есть борьба, это все время борьба, но если ты игнорируешь это, ничего не делаешь, и никто не был уволен, ни из одной компании, никого не нашли, и это продолжается все это время, и уже погибли дети, и это все равно продолжается, а вам просто сказали, уже летят F-16. Так господин полковник Пинковский сказал еще два года тому назад, что у вас уже есть F-16. Спросите у них у всех. Вы у меня спрашиваете, человек, который вам говорит, что вам врут все время, а мне говорите, а почему не нам врут? А вы их спросите, что они вам врут? Не знаю. Я тоже не знаю. Я не знаю. Ну, было бы интересно, да, вот так прямолинейно спасибо. И они друзья Украины, а мы враги Украины. Вот так получается. Ну, добавляется в чем дело, Гарри, тут же такая ситуация, что они могут думать, что вы врете, понимаете, здесь может быть зеркальная реакция. Хорошо, о чем я вру? Я вру о чем? О том, что F-16 нету, что хаймерсов нету, что ленд-лист не дали? О чем? Скажите, где я не прав? Я с удовольствием буду аргументировать. Вы знаете, у нас есть замечательная статья нашей украинской прекраснейшей конституции, которая говорит о том, выражение собственных мыслей, предположение, я не знаю. Прекрасная конституция, но не во время войны. Во время войны у вас не должно быть личного мнения. Во время войны вы таким образом проиграете. Во время войны должна быть цензура, во время войны должны быть люди, которые дезинформируют, люди, которые говорили неправду, сознательно это делали, сознательно понимая, используя свое звание, используя свою позицию, используя говорить, что у меня есть, мне это сказали в спецслужбах. Вот, например, я знаю несколько таких человек, которые говорят, ну, у меня есть источники в спецслужбах, и вот они это сказали. Это оказалось неправдой. Ну, вот что обычно делается в ситуации, особенно во время войны, ты вызываешь этого человека, и говоришь, кто твой контакт в спецслужбе, и почему он делится с тобой, с журналистом, чтобы ты это объявил на весь мир. Нет, может такое быть, чтобы дезинформировать. Это такой тоже есть, такой вариант. Но, когда это нанесло ущерб стране, когда это прилетело в больницу детскую, вот это да, здесь согласен. Тут надо этих людей брать и говорить, ты зачем это объявил, ты зачем это сказал? Какие у тебя, какие у тебя, извини. И потом я скажу нашим зрителям, те, кто вам говорит, что у них есть источники в спецслужбах, они вам врут. Сразу я вам говорю, что они врут. Если у них правда есть источники в спецслужбах, они никогда это не объявят. Ну, сейчас, вы однее говорите, у меня есть источники в офисе президента. Это сейчас более, мне кажется, вы вызывают некое, у кого-то уважение, у кого-то опасение. Смотрите, сообщает The Wall Street Journal, значит, что большинство в демократической партии США поддержало участие Байдена в выборах. Значит, это было по итогам вчерашнего закрытого собрания демократов. Что сообщают источники? Уж не знаю, какие, но вот источники, источники издания. Еще раз повторюсь, The Wall Street Journal. Сейчас мы, друзья, покажем, наверное, вот заголовок этой сети. Треть фракции хочет, чтобы он ушел. Треть хочет, чтобы он остался. А треть смирилась с тем, что он кандидат, но думает, что он проиграет. Вот такая третичная конфигурация, такой треугольник. Да, но не совсем здоровая, скажем так, атмосфера, получается, если верить источникам этого издания. Слушайте, а какая разница? Вы что, не видите, что с этим человеком происходит? Опять же, какая разница? Вы представляете себе, что этот человек управляет самой могучей ядерной державой в мире? Я считаю, что это криминально. Это, во-первых, предательство, предательство его семьи, предательство его коллег. Ну, с другой стороны, он сам всю свою жизнь был предателем. Поэтому такова ситуация. Я думаю, что американский народ видит, что происходит. Но и мы тоже урок из этого изучаем. Это социалисты. Вот это марксисты, коммунисты. То есть Политбюро. И пока ты, товарищ Брежнева, и всех остальных ногами вперед не вытащишь, они будут там вечно. Как в Конгрессе, так и в Политбюро, в Демократической парке они там вечно. Они никогда не уходят сами. Поэтому они ждут, пока они там умрут. Это так устроен социалисты и их мозг. Они будут его там держать, пока он не умрет. И механизма заменить нет. Вернее, он есть, но они его использовать не могут. Потому что как бы они его не использовали, становится Камала Харрис президентом. Что демократы понимают, что еще хуже. Она еще меньше популярна, чем, извините, чем Полутруп. И зачем они это сделали? Они же это сделали. Они все это подделали, лишь бы избавиться от Трампа. Это все ведет к одному и тому же. Чудак пришел к ним из дней стаблишмента, навел там и они понимают, что если он вернется, все будет совершенно по-другому. В этот раз еще хуже. Поэтому и вы должны подписать мир, и израильтяне должны сделать мир, и все это должно закончиться, чтобы, потому что когда он придет, все может плачевно закончится для плохих ребят. И он это говорит, что он с ними расправится, с Ираном, с Венцелой, с Россией, с Хамасом, с Хазблой, со всеми террористами мира. Ну, было бы неплохо, это во-первых. Просто я вам уже говорила, это было бы очень хорошо, но к этому времени надеюсь, что вы тоже будете живы. Я тоже на это очень сильно надеюсь, но после понедельника, вы знаете, есть очень-очень большие сомнения, потому что мы увидели, что нет никакого там мифического там щита, купола над даже Киевом, да, хотя это было очень распиаренная вот нашими политическими властями история, но такого нет. Спасибо нашим силам ПВПО, которые позбивали и так большинство российских ракет, но, к сожалению, мы видим, что прилеты, прилеты были. Вот, вы знаете, вот когда вот мы здесь в Украине наблюдаем за тем, как рефлексирует американская пресса либо там ваши там американские эксперты на саммит НАТО, да, где для нас, да, решаются какие-то важные, важнейшие вопросы, которые касаются нашей жизни, но мы видим, что обсуждают в основном, найдет ли Байден дорогу с, значит, со сцены обратно куда-то, да, либо опять за ним будет уважаемая его первая леди помогать ему за рукощику спускаться с этой сцены, я себе представляю, как на это рефлексирует уже в Кремле, да, то есть, как им это все в принципе играет на руку, вот эта вот вся политическая неразбериха, давайте так, не неразбериха, а нестабильность, скажем так, у самого главного союзника Украины, партнера и донора альянса, имеется в виду НАТО, и опять же, я сейчас смотрю, вот, да, вот мы же в прямом эфире, еще раз, друзья, напоминаю, слежу за тем, уже, да, какие идут заявления во время вот саммита, и уже Ройтер сливает информацию, что в совместном коммунике собираются прописать решение о возможном приеме приеме Украины, только если это решение будет единогласным, то есть это было условие Венгрии, вот, и, но добавить такую вот плюшечку в виде, как прописать, что путь к евроатлантической организации в НАТО является необратимым, то есть, ну, то есть мы там будем по-любому, но вот когда это по-любому наступит, и выжимли мы, как бы, да, приземли мы зиму, потому что очень будет тяжелая ситуация, непонятно, но мы там будем, может, два человека дойдут из нас, я не знаю, понимаете, вот, вот эти вот все какие-то плюшечки, которые пытаются нам навешать, да, после вот, вот этой вот, вот этого саммита, я просто не знаю, как еще вот на это реагировать, какие-то, да, слушайте, это все отвлекающие маневры, это все отвлекающие маневры, вот, сказать что-то и еще сделать, как, кто как-то единогласно проголосует, за вас единогласно не проголосовал, или когда у вас не было войны, было все нормально в 2008 году, да, придумывали разные вещи тогда, поэтому, тогда Германия и Франция проголосовали против, почему, какой, ну, а сегодня, думаю, многие страны это сделают, поэтому это, опять же, это просто отвлекающий маневр, просто еще одну тему говорить, пока люди здесь и гражданское население гибнет, нужно оружие, вот все, нужно вам оружие, пока еще остались люди, которые могут его держать в руках. Президент Зеленский опять сегодня на полях саммита и выступал в институте Рейгана, он говорит, что все-таки мы должны помнить, что Россия уже сделала в Украине с начала 2014 года, далее полномасштабной агрессии, и этот понедельник, конечно, всех нас просто разбил нам сердце, можно сказать, и все ракеты разбили нам сердце, когда умирали наши дети. И президент говорит, что мы добьемся когда-нибудь вот от вас разрешения бить вашими ракетами вглубь территории Российской Федерации по аэродромам их дате, пожалуйста, разрешение нам бить. Пока этого разрешения нет. Новый премьер Великобритании сейчас сказал, решайте сами. Ну и нам в Белом доме так говорили, решайте сами, а потом говорили, ну нет, только вот возле Харьковской области, вот там вот чуточку где-то можете в принципе. И то, мы смотрим за вами. Большой брат Лукин. Так невозможно воевать. Это невозможно так воевать. Это подстава. Это делай так, чтобы вы проиграли, чтобы вы просто истекли крови. Вот и все. И это было видно с самого начала войны. И это было видно с самого начала войны, с самого начала вторжения. Так дело в нашей крови, чтобы мы истекли Гарри, или чтобы истекла Российская Федерация. чтобы вы у кого нет они у них тоже течет кровь но у них цистерна у вас пипетка то есть течет раньше вот вот и все и мы об этом говорили постоянно постоянно говорили смотрите опять же сейчас они запустили эту штуку что израиль даст вам 13 патриотов потому что израиль снимает патриоты со своего с вооружения то есть патриоты вернет в америку америка третий якобы как это будет раз зачем это так делать когда он с дохрена этих патриотов стоит почему вы каким-то образом зависите от этой микролепиздрической страны которые на карте не видно и которые сама воюют на два фронта и готовится ко второй войне должна вас снабжать патриотами и по сами подумайте если у вас в стране большой европейской стране три патриота и вы ждете один из греции опять из греции 4 под 4 батареи патриотов израиль вам даст 13 то есть в израиле было 13 батарей патриотов в этой стране которая меньше чем киевская область там было 13 плюс их собственная система противовоздушной обороны а у вас третий год войны и мы никак не можем вам дать никак но опять же это не господин гордон просто я его знаю поэтому я все время его беру в пример но это много из дюжины здесь таких людей они продолжают говорить что трампу огромное спасибо за помощь а вот американцы не дают оружие назовите этих американцев по имени которые вам не дают оружие я диаспора юэй то сержант азаркин кто не дает оружие американский конгресс не дает оружие американский народ не дает или может быть того кому все время благодарите не дает но не могут почему но они же такие патриоты украины почему я должен заботиться больше об этом чем они я не украине да но вы часто здесь в украине нам помогаете это знаю в гарри и нашим военным в том числе поэтому не устану я об этом повторять спасибо да хотя его вы ругаете нас но это хорошо мне это нравится я вам не лично ругаю я ругала вы коллектина потому что вы единственный который это терпите все остальные меня а я спокойно все остальные уже не хотят это слышать все такие брутальные ребята украинские в телевизорах они это не хотят корона с меня не упадет тем более что еще нет гарри смотрите давайте поговорим про нашего врага давайте поговорим про путина в понедельник я знаю да вы тоже были в киеве мы все переживали эти ракеты я сидела во время ракетной атаки сначала в укрытии потом надо было выйти срочно к людям прямой эфир летали над головой ракеты еще все это бомбилось одним словом на за неважно самое страшное что люди погибли их десятки погибли дети очень много детей раненых что хотел показать путин как вы считаете этой настолько зухвалой забыла как на русском видите перевожу с украинского на русский вот это не прикрытой агрессии в 10 11 утра когда люди на работе когда много людей на улицах когда понятно да что это будут жертвы что путин хотел показать и кому я не знаю я не философ наверно он хочет вас посадить за стол переговоров на его условиях я не философ и мне я военчат мне пофигу что он хотел показать что он натворил он опять же не один должны ответить и другие за это это не только был гитлер и не только был сталин было еще много в окружении этих людей коллаборантов и которые это делали и другие страны и другие лидеры тоже помогали им ему поэтому должны ответить за это за за эти действия но как вы говорите погибли десятки людей во первых эти дети которые были в этом госпитале у них травма на всю жизнь на всю жизнь у этих детей травма будет они никогда от нее не избавиться дети там были в гонконологическом центре то есть их терапия нарушена а это очень сложно лекарства которые они принимают и их надо приготовить они не то что это их приготовить надо и администрировать этим детям но любому онкологическому пациенту значит там лекарства эти потеряны они скажут огромные деньги тоже и эти дети пропускают какую-то то есть это тоже на них отразится наверное дети некоторые из них внешне дай бог но я уверен что некоторые из них умрут плюс самое страшное во время онкологии это еще стресс какой-то извне частенько онкология считается что она и началась из-за стресса из-за какого-то то есть сегодня в украине очень много и будет еще больше онкологических пациентов вот раненые ребята все которые у них позже очень будет больше процента онкологических пациентов из них чем у других поэтому это не только вот сейчас в понедельник пострадали люди и дети это будет еще длиться за этим будет еще шлейф и хвост так что я не знаю что путин сделал мне этот путин до одного места не что мы делаем по этому поводу что моя власть делает по этому поводу а вот как по мне ничего он коллаборанты с ним они с ним в сговоре они хотят чтобы вы сели чтобы вы ему сдали и все и 4 и 5 ноября наша власть сможет выйти искать ну вот все мы сделали мы остановили давайте голосуйте за нас опять же это не только байден это если байден проигрывает проигрывает очень много конгрессменов и сенаторов от демократической партии я знаю что это слове вкратце и объясню большинство людей не голосует за за там этого конгрессмена или того конгрессмена очень маленький процент у нас в стране говорят но вот это демократический конгрессмен мне нравится я проголосую за него вот здесь мне нравится республиканский сенатор я проголосую за него а за президента, я буду там, за демократа. Они приходят и голосуют за всю партию одновременно. А базируют это они свое решение на президенте. То есть, я хочу Трампа, и все, кто под Трампом, я за них голосую. Понятия не имеют, кто эти люди. Судьи там, там, ну, школьные эти, школами руководят, конгрессмены, сенаторы, то же самое. И вот я голосую за Байдена, и поэтому голосую за всех за них. То есть, эти люди, которые под ним, они тоже понимают, что они проиграют. Поэтому, конечно же, давление огромное не только от президентов, но и от окружения его. И вот это, чего они добиваются. Они не думали, что эта война такая будет долгая, они думали, что это будет как Грузия. Но... Да, и все. Но тогда с Крымом Клинтону ждали, все было уже обговорено, все было уже решено. Но свалилось им это исчадие ада на голову, и отложилось на четыре года. Потом, ну, на пять лет. И потом началось все по-новой. Вы знаете, Гарри, у меня сейчас вот есть, конечно, крайне субъективное ощущение, но мне кажется, что я в этом ощущении уверяюсь все больше и больше, что сейчас самая большая проблема это в гарантии, в гарантиях от наших партнеров, от сильных мира сего. Гарантии, в чем должны заключаться? Для нас непонятно, как закончить эту войну, в частности, начиная с прекращения огня, с прекращения огня и разведения войск. Кто-то... Ни одна из сторон не доверяет. Ни мы не доверяем русским, россиянам, ни они нам не доверят, об этом Путин говорил. Поэтому нужно, чтобы кто-то прогарантировал эти все процессы и остановку огня, чтобы ни одна из сторон эти условия не нарушила, и разведение войск тоже, чтобы проконтролировали. И вторая гарантия, которая нам необходима, это предотвращение повторного вторжения Российской Федерации через два, три, пять лет, я не знаю. То есть эти две основные гарантии, которые у нас под знаком вопроса, насколько я понимаю, для себя, опять же, это только мое субъективное мнение, как решить вот эти вот две основные задачи. Поэтому пока мы не можем реализовать формат завершения этой войны, потому что нет понимания этих гарантий. Кто нам сейчас может дать эти гарантии, Гарри? Нынешняя администрация Байдена, которая, возможно, уйдет на покой, мы не знаем еще, да, а может быть, не уйдет. Уйдет, не уйдет, какая разница. Ряд других, лидеров, которые тоже пребывают, посмотрите, что у Макрона внутри политическая история, да, тоже выборы перевыбали, выборы Шольца и так далее, ряд других. Реши Сунак, все, ушел, да, друг нашего президента. Так демократия работает, да. Да, я надеюсь, она когда-нибудь заработает и у нас. Так демократия работает, если уже мы про это с вами заговорили. Но гарантии никто не дает. Нет, отдать-то они могут дать, но ничего не значит. И они будут вам говорить гарантии, хотя это был меморандум, но представили, как гарантии. Это кто вам может что-то прогарантировать о жизни? Я думаю, что израильтяне выучили этот урок. Кто их будет защищать? Никто, только сами себя. Опять же, это тоже мое субъективное мнение. Я считаю, что никто вам гарантии не даст, никто вас защищать не будет. Только сами себя. Если вы закончите войну, и тут, я знаю, ходят такие слухи. Опять же, это ваше дело. Вы украинцы, хотите заканчивать войну, хотите не заканчивать, хотите сдавайте это, это ваше дело, это не мое, я не могу. Это зависит от народа Украины. Да, и говорят, что вот такой сценарий, как там Корея, Южная и Северная Корея, или Япония, или как в Европе после Второй мировой войны. Да, это все прекрасные сценарии, и там какие-то были гарантии, документы подписаны, но это было не главное. Главное было и в войне в Северной, кстати, она там не мир, там перемирие, война там еще продолжается. Главное, то, что там был наш огромный контингент наших войск, и он до сих пор там. То же самое в Европе, то же самое в Японии. Там находится, то же самое в Италии, в Германии, в Испании, находятся огромные контингенты наших войск, американских войск. Это своего рода, я считаю, да, безопасит как-то. Но в Украине нет наших войск, в Украине нет войск НАТО, в Украине нет никаких войск, кроме украинских. Поэтому как видится, что могут быть даны какие-то гарантии, я даже себе не представляю. Трамп тоже их не сможет сформулировать, как вы считаете? Я не знаю. Опять же, вы видите, что получилось. Трампа спросили, вы пойдете на условия Путина? Он сказал нет. Он четко сказал нет, на эти условия, которые дает Путин, я не пойду. Хотя здесь говорят, что он ушел от вопроса. Это, конечно, меня иногда удивляет журналисты. Далее, если вы сейчас подписываете мир с Россией или какой-то там договор напрямую, не напрямую, через другие страны, неважно как, подписываете, останавливается, и все, как бы остановилось. И приходит Трамп, говорит, что вы хотите, чтобы я теперь делал? Вы подписали, вы решили. Я же сказал, что я на эти условия, на которые вы согласились, был бы не согласен. Я сказал, что я закончу войну. То есть, если я не согласен на его условия, на Путина, и я говорю, что я закончу войну, как вы думаете, это будет для вас или для него лучше? Но я же не могу сразу сказать, хотя вы требуете от меня план. Не от действующего президента не требуете план, хотя наш Конгресс требует от него план. Не от своего президента требуете план, а от человека, который может быть, если будет, то через 6 месяцев. Какой может быть план, через 6 месяцев, вы знаете точно, где вы будете через 6 месяцев. Много планов есть. Одного плана не может быть. Это будет зависеть от того, где вы будете находиться через 6 месяцев. Поэтому я думаю, что вот то же самое произошло и с Крымом. К нему претензия, к Трампу, что он ничего не сделал по Крыму, когда он был 4 года, и вот он мог что-то сделать. А что он мог сделать? Вы отдали Крым без боя, без сопротивления, потому что Байден вам сказал это сделать. И вы это сделали. У вас остались дипломатические отношения с Россией, у вас остались открытые границы, у вас остались торговли, осталось с Россией, а виноват Трамп, что он ничего по этому поводу не сделал, не внес никаких санкций, хотя он внес санкции против России из-за Крыма как раз, включая Северный поток, санкции были введены из-за Крыма. Украина, какие-то санкции ввела или что-то еще против России. Нет, дипломатические отношения торговли все. Но и над Крым, тоже Трамп, то же самое, я боюсь, может произойти, если он станет президентом, он скажет, нет, я же сказал, что я не пойду на это, вы пошли на это, а теперь вы хотите, чтобы я это как-то разрешал эту проблему. Как? Против вашей воли? Ваша воля была, вот, подписывайтесь с ними договор, как я, или Крым я должен был освобождать против вашей воли? Вы согласились на это, у вас все было нормально. Хотя он издал декларацию, которая висела у нас на Госдепе, на странице Госдепе, что Крым никогда не будет признан ничем, кроме как украинским. И был снят в первый же день, когда пришел Байден. Но виноват Трамп, а Байден, который вам сказал сдать это без боя и оставить все как есть, и который снял эту декларацию, это ваш лучший друг. Да, я просто вообще не понимаю вот этой вот мифической шумухи на фоне некого плана Трампа, который нигде не прописан, нигде не представлен и что-то вообще такое, но это же несется по всей прессе, понимаете? Потому что, я знаю, я имел честь служить под командой генерала Келлога, да, он может быть давал какой-то план Трампу, но Трамп никогда не озвучивал никакого плана, и я уверен, что это не один план, это может быть сотня планов, которые, что у нас называется contingencies, если вот это произойдет, то у нас на это есть план, если это произойдет, то чтобы был один план, и Трамп его принял, сказал, да, вот это хороший план, через полгода будет он президент, не будет президент, но это глупость полная, но у вас это разносится как факт. Ну так вот, я, конечно, не трампист, как вы. А я не трампист, я говорю то, чего, я говорю, что этого нету, или я говорю, что Трамп этого не сказал, ты становишься каким-то вредителем, евреем, я не знаю, кем-то становишься плохим, я просто говорю, что этого нет, этого нет и этого нет. Но уже зрада, уже зрада, да, это реалия, вот такая система координатная сегодня значит в Украине, зрада или, или, или промаха, то есть 50 оттенков серого это не про нас, к сожалению. Вот еще одна, если позвольте, хочу с вами обсудить, у нас же Орбан демонстрирует свои посреднические способности и значит пытается наладить, вернее нет, я скажу так, он пытается расширить переговорный круг возможный, по определению формата, некого формата окончания войны. То есть, если раньше только Запад имел некую монополию на формировании Запада и Украина, да, я чтобы так не обидно было скажу, имел некую монополию на формирование, принятие решений по окончанию войны, то теперь Орбан расширяет этот круг, да, мы видим, он был в Китае, да, он и Путина посетил, ну и Зеленского посетил, вот в Турции он отметился, ну и естественно в Вашингтоне это, наверное, будет с Трампом встречаться. То есть, круг и с Байденом, и с Трампом тоже говорят, ну не знаю, ваша пресса пишет. Ну он как бы дружбаный с ним, поэтому как бы они встречались до этого, но он будет, он же не ездит как представитель ЕС, он глава ЕС, поэтому он не ездит от себя, как бы он представляет ЕС, Европейский Союз. А вот здесь, может быть, не соглашусь с вами, потому что Шар Мишель сказал, что он не от ЕС ездит, он ездит как субъект, пожалуйста. Но он же сейчас глава Европейского Союза. Не он конкретно, а Венгрия. Ну да, но он же верен. Но сказали, что ему никто такой индульгенции не давал, то есть ездить и говорить от всего Европейского Союза. Но однако же это не предмет нашего с вами спора. Я к тому, что, значит, как пишет та самая западная пресса, Орбан направил некое письмо, значит, представителям Европейского Союза. Скажем так, это его резюме, то, что он услышал от Зеленского, что он услышал от Путина и от Синзенпина. То есть, что сказали ему, да, вот этот круг людей по поводу их видения формата окончания войны. И, значит, ну, очень тут интересно, есть очень интересные пассажи, но он говорит, что никто не готов вот заканчивать, потому что считает, что, значит, вот нет этих гарантий, про которые я вам говорила. и говорит о том, что наш президент Украины, Владимир Владимирович Зеленский, считает, что время играет на стороне Украины, потому что Путину будет необходимо, значит, в середине 25-го года пойти опять на масштабную мобилизацию своих же сограждан в России, которые мы видели в начале полномасштабной войны. И это приведет к политической внутренней дестабилизации. Еще раз повторюсь, это как будто слова нашего президента, который Орбан написал в письме к представителям Европейского Союза, чтобы они почитали, были в курсе, что кто из лидеров думает. Я просто хочу вас спросить, как у военного человека, нужна ли, как вы видите, нужна ли будет Путину мобилизация в 25-м году? И приведет ли эта мобилизация к некой дестабилизации внутренней ситуации, если этого не произошло в начале полномасштабного вторжения? И у нас сейчас в Украине идет масштабная мобилизация, иногда очень жестокая, которая нарушает права, свободу людей и так далее. Но у нас дестабилизации никакой нет. Пока. Я посучу, с вашего позволения. По дереву надо стучать. Мобилизация никогда не может быть гуманной. Это идет против человеческих ценностей. любая мобилизация, в какой бы стране она ни проходила. В начале войны нет. В начале войны все всегда бегут. А когда она уже затягивается, то, конечно же, уже это совершенно другая картина. Я думаю, что ничего этого не имеет никакого значения. потому что в 25-м году, в начале 25-го года, в январе все может поменяться. Будет зависеть от нас, от Соединенных Штатов Америки. К сожалению или к счастью, так сегодня устроен мир. Многое зависит от нас, что происходит в нашей стране. Поэтому я всегда удивляюсь, когда украинцы там мне говорят, да мне все равно, кто у вас будет там президент, мне главное, чтобы он был за Украину. Да. И тот, и другой за Украину. Он просто по-разному. И это вам не безразлично. Поэтому все другим странам тоже не безразлично, кто президент США. И, конечно же, я считаю, что все будет решаться у нас в Вашингтоне. И это будет решаться в 25-м году. Зависит, кто будет президент к тому времени. Это может быть Байден, это может быть Камала Харрис, это может быть Трамп, это может быть еще кто. Но у нас это все непредсказуемо. Но я согласен с президентом Зеленским, не то чтобы он со мной советовался об этом, что да, время на сегодняшний день на стороне Украины. И в конце концов Украина должна будет получить оружие, должна будет получить достаточно, чтобы отстоять свою территорию. Мой философский взгляд на это, если вам интересно, что это тоже не имеет никакой роли. Если в России народ скажет, в наших таких мечтах скажет, мы больше не хотим воевать. Их власть там не послушает, скажет, хотите вы, не хотите вы будете воевать. Все равно погонят на убой. В Украине я считаю по точности наоборот. Даже если здесь власти скажут, все, война закончена, вот мы подписали это, здесь есть такая часть населения, которые не перес... Они уйдут в горы, они уйдут в леса, они уйдут еще куда-то, они будут продолжать воевать. Да, Гарри, я вам благодарна за сегодняшний эфир. Я вам тоже. Я просто, знаете, почему так запнулась? У меня еще есть масса тем, но уже поджимаю следующий эфир. Друзья, у нас сегодня будет эфир за эфиром, прямой причем. Всегда с вами поднимаем очень тяжелые темы, и всегда есть у каждого из нас критиков, какие-то замечания, но мне нравится, что мы можем вести с вами нормальную, цивилизованную дискуссию с уважением относиться друг к другу. Очень вам благодарна, как всегда, вы знаете. Я также вам, что вы терпите. Друзья, Гарри Табах был вместе с нами, мы в прямом эфире. Дальше эфир подхватывает мой замечательный коллега Василий Опасов, у него будут народные депутаты Украины, Юрий Камальчука, Анна Скороход. Пожалуйста, присоединяйтесь. Отдали уже в 19.00. Вадим Карасев и я. Пообщаемся. Друзья, она тоже очень тяжелая, к сожалению, важные темы. Тоже будет прямой эфир в рамках проекта Грана Выживания. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Спасибо.